Хочешь узнать 12 плюсов и 7 минусов брокера Форекс Фою? Что в нем есть такого хорошего и плохого? Как говорится, все по-честному и без лишней воды. Интересно? Тогда поехали! Хочешь узнать, как мои подписчики зарабатывают по тысяче халявных рублей каждую неделю всего лишь навсего, просматривая два видеоролика в неделю на моем YouTube-канале? Если твой ответ «да», тогда подробности по ссылке в описании. И начнем мы, конечно же, с плюсов брокера Форекс Фью, потому что у него их целых 12, и это, в общем-то, немало. И первый плюс, наверное, то, что этот брокер работает на рынке уже 13 лет. То есть с 2007 года он работает на рынке Форекса. Ну и, в общем-то, по моему мнению, 13 лет – это довольно-таки немалый срок, и как минимум этот брокер заслуживает внимания. Ну а лично я с этим брокером работаю с 2010 года, то есть, в общем-то, 10 лет. Второй плюс этого брокера в том, что сайт брокера Форекс Фью доступен на 15 языках, в том числе и русский. Но количество языков все время меняется в зависимости от того, на какой домен ты заходишь. У брокера Форекс Фью есть несколько разных доменов, и в зависимости от того, из какой стороны ты заходишь на сайт этого брокера, появляется определенное количество языков. Где-то оно больше, где-то меньше. К примеру, если ты заходишь на сайт этого брокера на международный домен, то есть forexfew.com, то тебе будут доступны для выбора всего лишь 7 языков. И сейчас ты видишь их на экране. Если же ты заходишь на русскоязычный домен, который выглядит немного по-другому, forexfew.com, то выбрать какой-либо язык нет вообще возможности, и тебе будет доступен только русский язык. Ну а когда дело доходит до входа в личный кабинет, то в этом случае уже в любом случае, вне зависимости от того, с какого домена ты зашел, тебе становится доступны для выбора все 15 языков. И тут уже выбирай тот, который тебе больше всего подходит. Третий плюс брокера forexfew, и я считаю он очень и очень важный, это отличная работа службы поддержки, с которой можно связаться 24 часа в сутки и 7 дней в неделю и максимально оперативно решить все свои вопросы. Потому что способов связи с этой службой поддержки довольно-таки много. Связаться с ней можно по телефону, по горячей линии, через онлайн чат, который находится на сайте. По e-mail можно написать тикет через личный кабинет, можно заказать обратный звонок с сайта или сделать бесплатный звонок с сайта прямо через браузер. Лично я звонил несколько раз через браузер, и в общем-то, ну мне эта функция понравилась. Абсолютно бесплатно звонишь прямо через браузер и разговариваешь. Не нужен ни скайп, ни телефон, ничего дополнительно устанавливать. Лично я общаюсь со службой поддержки брокера форм свою уже 10 лет, и сказать чего-то плохого о ней я не могу. Всегда они отвечают довольно оперативно, адекватно, по делу, без лишней воды. Ну и в целом я доволен работой службы поддержки. Да, иногда какие-то, может быть, мелочи там и бывают, но, как говорится, с кем не бывает. В целом и в общем служба поддержки работает хорошо, по моему мнению, и я доволен ее работой. Четвертый плюс брокера Форекс.Фаю – это собственный сервис для копирования сделок, который называется Шерфаю. Это сервис собственной разработки. При помощи сервиса Шерфаю вы можете подключиться к любому торговому счету, к любой торговой стратегии, которая представлена сегодня на сервисе Шерфаю, и копировать сделки с этого счета всего лишь за небольшой процент от прибыли. Ну и в общем-то, по моему мнению, это очень удобный и интересный сервис для новичков, кто не умеет самостоятельно торговать, либо кто не хочет это делать, либо для тех, у кого нет торгового робота, который может зарабатывать стабильную прибыль. Ну, либо для тех, у кого есть торговый робот, но он не хочет за ним следить, потому что не разбирается в этом, либо нет на это времени. То есть можно просто подключиться и копировать сделки с другого счета. И все это будет происходить на полном автомате, от вас вмешательств никаких требоваться не будет, потому что автор этой стратегии, автор этого робота, сделки которого вы копируете, он следит за всем сам. Вы получаете только результат. Вам ничего не нужно контролировать дополнительно, делать и так далее. Просто положили денежку, настроили правила копирования и все, смотрите на результат. Кстати говоря, на сервисе Шерфаю представлены также и наши роботы, с которыми мы работаем на текущий момент. И вы можете их найти и также подключиться к копирую сделок с этих счетов, всего лишь навсего, зарегистрировав аккаунт у брокера Форексфаю. Если у вас еще его нет, то регистрируйте по ссылке под этим видеороликом. Далее заходите в раздел в Шерфаю в своем личном кабинете, переходите в раздел лидеры, далее убираете все фильтры справа, убираете все крестики, в общем нажимаете на крестик, все фильтры убираются. И в поисковой строке вбиваете фразу у Павла. То есть это часть моего домена. После чего нажмете поиск. И вот по поисковой фразе у Павла вам высветятся все торговые счета, которые на текущий момент представлены у нас на сервисе Шерфаю. К любому из этих торговых счетов вы можете подключиться и начать копировать сделки этих счетов. Более подробное описание каждого счета, который у нас представлен на сервисе Шерфаю на текущий момент, есть на моем блоге в обзоре сервиса Шерфаю. Вы можете прямо сейчас нажать на высотный знак в верхнем правом углу, попадете на обзор сервиса Шерфаю на моем текстовом блоге у Павла.ру и там будет более подробное описание каждого счета, каждого робота, который у нас работает на сервисе Шерфаю. Можете почитать, как он работает, что он из себя представляет, и только после этого принимать решение о том, хотите ли вы подключиться к копированию сделок с этого счета или не хотите. Пятый плюс брокера Форекс Файо – это наличие центовых бессвоповых счетов. По моему мнению, центовые счета – это очень и очень крутая штука для начинающих инвесторов, у которых немного денег, но которые хотят попробовать начать зарабатывать на Форексе, самостоятельно торгую руками, либо при помощи каких-то торговых роботов. Так вот, благодаря наличию центового счета вы можете положить денег на счет в 100 раз меньше, чем это требует торговая система, с которой вы хотите работать. Либо это ручная торговая система, либо автоматизированный какой-то торговый робот. То есть представьте себе, если вы покупаете робота, и он требует минимальное количество единиц на счете, допустим, 10 тысяч, то в этом случае на классическом счете вам потребуется положить минимум 10 тысяч долларов на свой счет, для того, чтобы просто-напросто начать технически работать, точнее, чтобы иметь техническую возможность работать с этим торговым роботом. Но благодаря тому, что есть центовые счета, где единицы измеряются в центах, а не в долларах, вы можете положить не 10 тысяч долларов, а всего лишь 100 долларов, и уже со 100 долларов начать работать по какой-либо торговой системе, либо с каким-то торговым роботом. В общем, по моему мнению, центовые счета – это очень полезная, важная и нужная вещь для начинающих трейдеров и инвесторов, когда ты можешь положить в 100 раз меньше денег, чем от тебя требует торговая система. Ведь согласитесь, что не всегда хочется, и не всегда просто есть возможность положить на торговый счет 10, 20, либо 30 тысяч долларов, и доверить эти деньги какому-то торговому роботу, который ты только что купил за 200, 300, либо 500 долларов. Правильнее все-таки начать с небольших сумм, посмотреть, как он работает на небольших суммах, а потом же инвестировать в более крупные суммы, если он на мелких суммах показывает хороший результат. Это умно, это правильно, это логично. И вот центовые счета как раз-таки и позволяют это сделать. Положить на счет в 100 раз меньше денег, посмотреть, как увидит, как работает эта торговая система, и только после этого принимать решение о том, стоит ли доливаться, стоит ли инвестировать большую сумму, и надо ли это делать, ну и так далее. А благодаря тому, что эти центовые счета еще и без свопов, как я сказал, то это, как говорится, вообще бомба. Потому что таких предложений сегодня на рынке просто нет. А если они и есть, то и вы знаете о том, что есть у какого-то брокера центовые, без своповые счета, с хорошими торговыми условиями, то обязательно напишите об этом в комментариях к этому видеоролику. Возможно, я не знаю об этих брокерах, но лично я сколько не искал, я не смог найти брокера, который бы предоставлял центовые, без своповые счета, с хорошими торговыми условиями. Да, есть брокер, который представляет центовые счета с нормальными торговыми условиями, но там есть свопы. А своп это дополнительная комиссия, которая берется с вас за перенос сделок на следующий день. И чем дольше вы свои сделки удерживаете в рынке, тем больше комиссий с вас берет брокер, соответственно, вы меньше зарабатываете. Ну и в общем-то это тоже не очень-то интересно. Все-таки нам хочется зарабатывать как можно больше и платить как можно меньше комиссий. И вот благодаря центовым, без своповым счетам, которые есть у брокеров и урок свою, это становится возможным. А что касается торговых условий, которые брокер предлагает по этим центовым, без своповым счетам, то вы сейчас можете видеть их на экране. И обратите внимание на такие пункты, как количество сделок в рынке, объем одной сделки, совокупный объем сделок в лотаже. То есть это очень и очень хорошие показатели. То есть с такими параметрами, с такими условиями, практически любая торговая система может работать на этих счетах. Шестой плюс брокера Форекс Фью, это наличие возможности работать с более чем 150 инструментами для торговли. То есть этот брокер предоставляет трейдеру, либо инвестору работать с более чем 150 инструментами. Это довольно-таки много, по моему мнению. И я думаю, каждый трейдер, инвестор тут подберет что-то, найдет что-то для себя интересное и будет ему с чем поработать. Седьмой плюс брокера Форекс Фью, это наличие нескольких торговых платформ для работы через этого брокера. Ну в частности, есть торговая платформа MetaTrader 4, есть мобильное приложение Форекс Фью, есть платформа Форекс Фью WebTrader, то есть через браузер прям в онлайне можно торговать, и есть приложение Форекс Фью Desktop. То есть наличие нескольких платформ, это однозначно плюс, потому что любой, я думаю, трейдер, либо инвестор сможет подобрать для себя именно ту торговую платформу, которая ему больше всего подойдет. Не нравится первая, пробуй вторую, не нравится вторая, либо не подходит вторая, пробуй третью и так далее. Выбирать, как говорится, благо есть из чего. Восьмой плюс брокера Форекс Фью, это оперативный ввод средств на платформу этого брокера, на ваш торговый счет. Среднее время обработки заявки составляет 13,5 минут. Процент обработанных заявок в течение 5 минут составляет 92%. То есть если вы заведете деньги на платформу, либо на свой торговый счет, то в течение 5 минут с вероятностью 92% вы увидите эти деньги на своем торговом счете. Поэтому я считаю это хорошие цифры, и поэтому ставлю лишь жирный плюс. Девятый плюс брокера Форекс Фью, это оперативный вывод средств, что, наверное, еще более важно, чем ввод средств. 85% заявок обрабатывают в течение 8 рабочих часов. Как по мне, так очень даже неплохие цифры. Среднее время обработки заявки на вывод составляет примерно 4 часа. То есть за 4 часа, как правило, вы получите свои деньги на своей платежной системе, либо на своей карте. Ну и, в общем-то, по моему мнению, это хорошие цифры, и, как по мне, так они меня вполне устраивают, поэтому ставлю здесь опять же жирный плюс. Из своего личного 10-летнего опыта работы с данным брокером, я могу сказать, что за 10 лет работы с брокером в Форекс Фью, я выводил довольно много денег, и временами эти суммы были довольно-таки серьезные, и по 5, и по 10 тысяч долларов, и больше. И я могу сказать, что все эти деньги всегда приходили. То есть все, что я ставил на вывод, всегда все выводилось и приходило вовремя, в рамках регламента, который озвучен в Афьорде. Поэтому не стоит вам опасаться, либо бояться по поводу того, что если вы заведете сюда 5, 10, либо 20 тысяч долларов, и у вас брокер их отожмет и просто вам не выведет. Как говорится, проверено на моем личном опыте, выводились довольно-таки много и серьезные суммы, и все всегда приходило, все всегда выводилось. Конечно, если речь идет о суммах 50, либо 100, либо 200 тысяч долларов, тогда я уже не могу вам чего-то обещать, либо гарантировать, потому что я с такими суммами не работал. Но с суммами 10-20 тысяч долларов я работал, я их выводил, и, как говорится, у меня все было всегда без проблем. Поэтому не переживайте за свои, как говорится, 100, 200, либо 500 долларов. Десятый плюс брокеров Форекс Фью – это то, что есть возможность перевода партнерских, комиссионных, между разными аккаунтами без комиссий. То есть я могу свои партнерские комиссионные, которые я получаю по партнерской программе, перевести практически, да не практически, а фактически на любой торговый счет, который есть у брокеров Форекс Фью, и это будет без комиссии. Аналогичным образом вы это можете сделать. Если у вас начисляются какие-то партнерские комиссионные на ваш партнерский счет, то вы можете эти комиссионные перечислить на любой торговый счет вашему партнеру и любому не вашему партнеру. И этот перевод будет внутри брокера Форекс Фью абсолютно без комиссии. Это можно сделать с разными аккаунтами, неважно в какой ветке они находятся. То есть абсолютно на любой аккаунт у брокера вы можете перевести свои партнерские комиссионные. Ну и на мой взгляд это опять же очень удобно, когда есть своего рода такая внутрянка. Ну и возникает тут наверное сразу вопрос, а в каких случаях, Павел, это может быть полезно, либо нужно? Ну самый простой вариант, к примеру, вы хотите начать работать с каким-то роботом, либо торговать у этого брокера, и вам нужно пополнить счет. Но у вас нету, к примеру, карты на текущий момент, либо платежной системы, у вас есть деньги вот наличные, да, вот дома лежат, наличка в тумбочке, либо в ящике. И я, к примеру, живу рядом с вами, либо вы знаете меня, да, и вы говорите, Павел, давай я тебе отдам эти деньги вот из рук в руку, а ты мне пополнишь баланс на моем торговом счете. Да не вопрос, вы мне передаете эти деньги, грубо говоря, из рук в руки, да, без процентов, без комиссии, и я вам также со своего партнерского счета перевожу деньги на ваш торговый счет, также без комиссии, и в общем-то и вы довольны тем, что вы пополнили свой торговый счет без комиссии, и я доволен то, что я обналичил, а точнее вывел свои партнерские комиссионные без комиссии, потому что вы мне их отдали вот из рук в руки. Двенадцатый плюс брокера Форекс Файо – это отличная партнерская программа. В глубину 3 уровня до 72% от прибыли брокера уходит в сеть. С первого уровня вы получаете 50% прибыль от прибыли брокера, со второго уровня вы получаете 16,7% от прибыли брокера, и с третьего уровня получаете 5,6% от прибыли брокера. На мой взгляд, партнерка очень привлекательная, цифры очень интересные, и стоит также принимать ее к сведению, когда вы будете выбирать брокера для торговли, либо для построения своей партнерской сети, потому что брокер хорош как и по партнерской программе, так и по торговым условиям. Идем дальше. Теперь я бы хотел озвучить два плюса, которые вроде как есть, но проверить это мы никак не можем, потому что это плюсы, о которых заявляет сама компания, о том, что это есть, но мы со своей стороны, как клиенты, как пользователи данного брокера, не можем, к сожалению, проверить, а так ли это или не так, и нам остается только верить на то, что это так и есть, как говорит компания. Но стоит принимать сведения, что эти плюсы также имеются, наверное, ну и будем верить, что компания нас не обманывает. И первый плюс, который относится к таким сомнительным плюсам, которые нельзя проверить, но которые вроде как есть, это то, что компания использует сегрегацию клиентских средств. Сегрегация – это разделение, то есть отделение клиентских средств от операционных денег компании. На своем сайте брокер Forex.eu заявляет то, что они обеспечивают необходимую сегрегацию клиентских активов, отделяя средства клиентов от средств операционной деятельности компании. Более того, для того, чтобы уменьшить риски, средства клиентов хранятся одновременно в нескольких банках. Сегрегация клиентских активов гарантирует, что средства инвесторов, ну и, соответственно, трейдеров, находятся в безопасности, даже если компания станет неплатежеспособной. Вывод, какой мы можем здесь сделать, то, что хорошо, если так оно и есть. Хорошо, если регулятор это как-то регулирует, проверяет и контролирует. Но, со своей стороны, к сожалению, мы это проверить никак не можем. Нам остается только надеяться и верить в то, что действительно компания хранит деньги клиентов в разных банках и использует эту самую сегрегацию, то есть разделение денег клиентов от денег компаний. Ну, будем надеяться и верить, что это так и есть. И второй плюс, который вроде как есть, но, опять же, мы его не можем проверить, а только на основании слов компании, это достаточность капитала. Назовем его так. Как утверждает сама компания на своем сайте, мы постоянно увеличиваем уровень собственного капитала и резервов. Таким образом, процент и соотношение с клиентскими средствами растет с каждым годом. То есть, с каждым годом денег компании становится все больше и больше по отношению к деньгам клиентов. Достаточность нашего капитала не только уменьшает возможные финансовые риски, но и обеспечивает стабильное функционирование компании в долгосрочной перспективе. Вывод. Опять же, хорошо, если так оно и есть. Хорошо, если они постоянно увеличивают свои резервы. Но, опять же, к сожалению, проверить мы это никак не можем. Но наличие собственных больших резервов, это, конечно же, однозначно жирный плюс. Потому что, если компания будет банкротиться и становиться неплатежеспособной, то, в первую очередь, будут собственные средства компании пилиться между клиентами компании. Потом уже все остальное. Идем дальше. Следующий раздел – это, скажем так, особенности компании. Либо сложные плюсы и сложные минусы. В общем-то, это те параметры компании, параметры брокера, которые я лично затрудняюсь отнести к плюсам, либо к минусам. И, наверное, это больше как особенность данного брокера. А вот для кого-то это из вас, может быть, будет минусом. Это особенность, а для кого-то плюсом. Это уже каждый из зрителей должен самостоятельно понять, хорошо это или для него, или плохо. И первый такой сложный плюс, либо сложный минус – это то, что здесь есть лицензия Британа Верегинских островов. Плюс тут, наверное, в том, что у них вообще, в принципе, есть какая-то лицензия. Потому что у многих брокеров нет даже и такой лицензии. Есть на порядок хуже лицензии. Но минус, наверное, в том, что это, наверное, не самая лучшая лицензия. Все-таки всем нам хотелось бы видеть более солидные лицензии. И второй параметр, вторая особенность, второй сложный плюс – это то, что количество клиентов с 2007 года регулярно растет. И тут, наверное, можно сказать, что это плюс, с одной стороны, потому что раз клиентов больше, значит, прибыли больше, оборот больше, не смогут больше увеличивать собственный капитал и так далее. Ну и компания растет и развивается. И вроде как это логично, это правильно, это разумно. Чем больше клиентов, тем лучше дела идут у компании. Но с другой стороны, это также можно поставить тут небольшой минус, потому что чем больше клиентов, тем качество службы поддержки может хромать потенциально, в перспективе. Ведь большое количество клиентов довольно сложно обслуживать. Но, опять же, я пока не замечал ухудшение службы поддержки существенно, поэтому ставить тут минус я как бы не могу на текущий момент, но в перспективе тут возможен жирный минус, и качество клиентской поддержки может хромать. Поэтому в целом, наверное, больше все-таки плюс, потому что компания развивается и растет. Но, опять же, насколько это для вас плюс либо минус, вы уже решайте сами. Идем дальше, теперь давайте перейдем к минусам брокера ForexFayu, какие же они у него есть. Первый минус это то, что этот брокер работает, к сожалению, не со всеми странами. В частности, брокер ForexFayu не работает с резидентами таких стран, как Канада, Австралия, Япония, Европейская экономическая зона и с недавних пор в этот список попала еще Республика Беларусь. Но, очень важный момент, они работают с гражданами из этих стран. То есть, если вы, например, на текущий момент являетесь гражданином Канады, Австралии, Японии, либо Европейской экономической зоны, но проживаете на текущий момент на территории России, Казахстана, Украины, либо какой-то другой страны, с которой они работают, то вы без проблем можете работать с данным брокером. Вот такой вот официальный ответ от службы поддержки брокера ForexFayu я получил. То есть, для них резидентство важнее гражданства. То есть, вы можете быть гражданом практически любой страны, но главное то, где вы сейчас проживаете. В общем, прежде чем подробно изучать брокера ForexFayu и принимать окончательное решение, работать вам с ним или не работать, хотите вы работать с ним или не хотите, я вам предлагаю для начала проверить, работает ли брокер ForexFayu вообще с вашей страной, где вы сейчас проживаете. Для этого рекомендую вам перейти по ссылке на официальный сайт брокера ForexFayu, прямо сейчас по ссылке под этим видеороликом, и начать процесс регистрации. И буквально там, на первом, то ли на втором шаге, вам будет приложено выбрать страну, в которой вы сейчас проживаете. Если страна в этом списке есть, значит все нормально, можете дальше изучать брокера ForexFayu, смотреть все его плюсы и минусы, принимать решение вам работать с ним или не работать. Но, также я рекомендую вам, если вы вдруг не найдете ту страну, в которой вы сейчас проживаете, написать службу поддержки и все-таки перепроверить информацию, если вдруг-то получается, что вы являетесь гражданином одной страны, а резидентом другой страны. Возможно, у них правила как-то поменяются к тому времени, когда вы будете смотреть этот видеоролик, и какие-то нюансы, там, уступки будут в вашу сторону. Как, к примеру, я понимаю на текущий момент, если я являюсь гражданином Беларуси, но проживая на территории Российской Федерации, то, значит, я могу работать с брокером ForexFayu. Но если я гражданин Беларуси и проживаю на территории Беларуи, значит, наверное, я не могу работать с ним. Вот такие вот правила на текущий момент, насколько я понял, из общения со службой поддержкой ForexFayu. Второй минус – это то, что у этого брокера для клиентов нет страховки. То есть, в случае банкротства брокера, либо его неплатежеспособности, что, в общем-то, одно и то же, нет никаких гарантий, что мы, как клиенты данного брокера, что-то обратно получим. Конечно, брокер заявляет о том, что они используют сегрегацию средств, то есть, разделяет клиентские средства от своих операционных, и в случае неплатежеспособности брокера, в этом случае капитал уставной, ну и собственный капитал брокера, он будет делиться между клиентами. Но большой вопрос. Используется ли эта сегрегация? Есть она, либо нет? Каков размер этого капитала? Регулирует ли это как-то, вот этот британский регулятор, это разделение и этот капитал? Вот. И поэтому, ну, большой-большой вопрос, получим ли мы что-то, в случае, если брокер окажется банкротом, и у него будет кассовый какой-то разрыв. Вот. Поэтому здесь все же лучше сразу, как говорится, готовиться к худшему, а надеяться на лучшее. Идем дальше. Третий минус брокера Форксфайу, это то, что у них на текущий момент навод и вывод есть всего лишь 5 платежных систем. В частности, это банковская карта, это вебмани, это Яндекс.Деньги, это Скрилл и платежная система Нетолар. И это мало, черт возьми, по моему мнению. Причем количество этих платежных систем из года в год только уменьшается. Вот я работаю с этим брокером 10 лет, и я помню, раньше, 10 лет назад, выбор платежек на ввод и вывод был намного-намного шире. А сейчас из года в год этот список платежек все сокращается, сокращается и сокращается. И это печально. Как тут ни крути, это печально. Хотелось бы, конечно, чтобы платежек было как можно больше на ввод и на вывод, а сейчас всего лишь 5. Четвертый минус брокера Форксфайу, это довольно-таки высоковатые комиссии на ввод и вывод средств. Опять же, высоковатые относительно других брокеров, которые работают в данной нише, ну и на данном уровне, скорее всего так. Вот в целом они как бы не критичны, по моему мнению. Там где-то 2, где-то 3, где-то 4% берется. Нет там грабительских комиссий по 15, там по 10%. Но если сравнивать эти комиссии с другими брокерами, то они у Форксфайу повыше, чем у других брокеров. Поэтому здесь мы можем также поставить минус, то что комиссии выше, чем у других. То есть комиссии высокие. Пятый минус брокера Форксфайу, это то, что конвертация валюты при вводе, либо при выводе денег происходит не всегда по самому наивыгодному курсу, который нам бы хотелось бы видеть. Ну в частности, это брокер все-таки Форекса, и мы предполагаем, либо думаем, что он должен конвертировать по самому наилучшему курсу, потому что у него есть доступ к рынку Форекс напрямую, и мы работаем с валютой. Но как бы не так. Так, брокер Форексфайу, как собственно и практически все другие брокеры, которые работают на территории СНГ, они конвертируют эту валюту, неважно там рубли в доллары, доллары в рубли, либо евро. Любая конвертация происходит не по самому наилучшему курсу. Я не скажу, что эта конвертация по кому-то грабительскому курсу происходит, но всегда на 1-2 единицы, либо на 1-2 пункта цена ниже, чем у центрального банка, либо чем рыночная цена и так далее. Поэтому надеяться на хорошую конвертацию от брокера не стоит, если вдруг вы хотите пополнять долларовый счет в рублях, либо наоборот рублевый счет в долларах. Лучше на стороне сконвертировать, а потом уже пополнять, и чтобы со стороны брокера не было никакой дополнительной конвертации, потому что она будет не по самому наилучшему курсу. Ну и здесь все-таки минус я ставлю, потому что брокер Форексфайу никак не отличается от других брокеров. Все другие брокеры практически конвертацию это делают по самому не наилучшему курсу, и Форексфайу делает, собственно, то же самое, но на этом они зарабатывают. Шестой минус брокера Форексфайу это проскальзывание сделок. Скажу так, что с проблемой проскальзывания сделок лично я за 10 лет остро ни разу не сталкивался, но неоднократно слышал о том, что это проскальзывание есть от моих партнеров и клиентов, то есть они на это жаловались, и оно, я думаю, есть. Но вопрос, насколько оно критично будет влиять на вашу торговую систему либо торговую стратегию, по которой вы планируете работать у этого брокера. Это уже вопрос к вам. Если для вас проскальзывание там в 1-2 пункта это критично, и ой, как важно, то возможно, да, в этом случае это будет для вас жирный минус. В моем же случае, на основании моего десятилетнего опыта работы через этого брокера с Форекс-советниками, это было не критично, незаметно, и я не могу чего-то здесь там плохого сказать о том, что они там сливают мои счета из-за этого проскальзывания. Ну, такого, ребята, не было у меня ни разу. Поэтому, опять же, насчет проскальзывания ставим минус, но небольшой, потому что он и есть, но не критичный. Я бы сказал так в моем случае. Седьмой минус брокера Форекс-фою это то, что он использует гибридную систему исполнения ордеров. То есть, часть сделок он выводит на межбанк, на поставщиков ликвидности и исполняет по рыночным ценам, а часть сделок он исполняет по внутренним ценам, по внутренней ликвидности. По-простому, это нам говорит о том, что брокер Форекс-фою является полукухней. Эта модель называется Бибук. Поэтому, насчет гибридной системы, да, минус, опять же, ставим, потому что модель не Абук, а Бибук, но в то же время понимаем, что все брокеры, практически работающие на территории СНГ, которых вы знаете, они все работают по этой модели. Вот, и поэтому относительно их, если сравнивать, то тут как бы все нормально, это норма. Вот, но есть, конечно, и брокеры более высокой категории, которые всегда все выводят, но там нету центовых счетов, там они, самые, счета все за свопами, и еще там условия торговые не такие интересные, как у Форекс-фою. То есть, мы жертвуем условиями ради вывода наших сделок на межбанк. Ну, и вопрос, стоит ли оно того. Тут же вопрос к вам, о каких суммах идет речь. Если суммы большие, то да, возможно, есть смысл заморочиться и работать с более серьезным брокером. Если суммы небольшие, то, я считаю, смысла заморачиваться вообще нет по этому поводу, что ваши сделки не все выводятся на межбанк. Также здесь, в качестве минуса можно добавить то, что брокер Форекс-фою не предоставляет своим клиентам информацию о том, где и когда была исполнена его сделка, на каком поставщике ликвидности и так далее, ну, по каким ценам и прочую информацию. Ну, и это как бы в совокупе с предыдущим минусом, потому что, если они не все сделки выводят на межбанк, а только часть денег, часть сделок, то, понятное дело, что они не могут предоставить информацию клиентам о том, где и когда была исполнена их сделка. Ну, и опять же, по сути, этой информации клиентам не предоставляет ни один из брокеров, который на слуху и который работает на территории СНГ. Потому что, если брокер использует центовые счета, то он в априори, скорее всего, работает по модели Бибук, а если модель Бибук, то, скорее всего, он не выводит часть каких-то сделок на межбанк, исполняет по внутренней ликвидности, а, соответственно, он не может предоставить никакой отчетности о том, где и когда была исполнена ваша сделка, у какого поставчика ликвидность, по какой цене и так далее. Поэтому, тут клиентам приходится выбирать. Либо ты работаешь с полукухонным брокером, который частично выводит твои сделки на межбанк и предлагает очень хорошие торговые условия для начинающих инвесторов, ну, либо трейдеров, которые планируют работать с небольшими суммами и торговыми роботами, советниками, там, системами. Либо ты не работаешь вообще на рынке Форекс, ну, либо тебе нужно будет начинать инвестировать с более крупных сумм, там, 10, 20, 30 тысяч долларов, если для тебя это позволительно, и ты можешь уже в этом случае работать с более серьезным брокером. Поэтому, если подводить итог общий по всем плюсам и минусам, то в целом и в общем брокер Форекс Фою хорош, по моему мнению, и он отлично подходит для начинающих инвесторов, для начинающих трейдеров, у которых 10, 20, там, 30 тысяч долларов, вот, если речь идет о таких суммах, и ты планируешь работать с торговыми роботами, системами какими-то, то в этом случае вполне можешь использовать брокера Форекс Фою. Ну, а если речь идет уже о более крупных суммах, тогда, да, можешь рассматривать других брокеров. Лично я, используя этого брокера уже более 10 лет, работаю с различными, работал через различные торговых роботов, через этого брокера, выводил довольно-таки крупные суммы денег, как ты мог видеть на скриншотах, и у меня никогда не возникало каких-то проблем с этим брокером. То есть, в целом и в общем меня он устраивает, я им доволен, поэтому я могу его рекомендовать таким же, грубо говоря, начинающим и десторам, и трейдерам, которые только-только начинают свой путь на Форексе. Для новичков он отлично подойдет. Ну и в заключении, все, кто зарегистрируется у брокера Форекс.Фою по моей партнерской ссылке, которая находится в описании под этим видеороликом, под номером 1, получат от меня абсолютно бесплатно отличного топового Форекс.Советника, который называется Форекс.Взломщик. По моему мнению, это один из лучших Форекс.Советников, который есть на просторах интернета на сегодняшний день. За последние два года я со своими партнерами протестировал сотню различных бесплатных и платных роботов, и среди всего этого мусора и хаоса, среди бесплатных Форекс.Советников я могу выделить только Форекс.Взломщиков. Он показывает отличные результаты на спокойном флетовом рынке с нашими сетами. То есть, с нашими настройками он может зарабатывать хорошую прибыль на флетовом рынке, который двигается в диапазоне там 400-500-600 пунктов. Вот на таком рынке этот робот может зарабатывать очень и очень хорошую прибыль. В кризисные же годы, когда рынок начинает колбасить не по-детски, как говорится, то в этом случае, да, этот робот не справляется с такими раскатами, с такими шпилями, гэпами, поэтому перед такими движениями нужно этого робота отключать. Он с ними не справится. Но на флетовом спокойном рынке, то есть, посткризисном и передкризисном, грубо говоря, вот, этот робот может зарабатывать очень хорошие проценты. Сейчас на экране вы, собственно, можете видеть результаты работы робота Forex взломщик на реальных щитах и в тестере MT4 с нашими сетами. То есть, мы в течение нескольких месяцев подбирали оптимальные сеты для этого робота, мы их подобрали и вот с этими сетами он показывает следующие результаты. При первом прогоне, то есть, при первом тесте с первыми сетами он показал плюс 62% прибыли за 3 года или 20% в год при максимальной просадке 3-4%. При втором прогоне, то есть, при втором тесте со вторыми настройками он показал 562% прибыли за 3 года или 187% прибыли в год при максимальной просадке 57%. При третьем тесте, то есть, при третьих параметрах, который мы для него подобрали, он показал результат плюс 1940% прибыли за 3 года или 646% прибыли в год, при максимальной просадке всего лишь 40%. Просадки, которые называл, это были временные, висячие, относительные просадки, которые достигались в определенный пиковый момент времени. Ну а потом, соответственно, робот их разруливал и работал дальше. На одном из наших реальных счетов, на которых работал этот робот, он заработал плюс 130% прибыли за 10 месяцев. Это примерно 13% в месяц. И результат работы этого робота вы сейчас можете видеть на экране. Это наш реальный счет, на котором работал этот робот 10 месяцев. И еще раз здесь хочу повторить то, что со стандартными встроенными сетами, с которыми есть этот робот в Рунете, он не покажет тех результатов, которые вы только что могли видеть на экране. Эти результаты он показывает только с нашими сетами, которые мы для него индивидуально и кропотливо подбирали в течение нескольких месяцев. Поэтому, если вы хотите получить этого робота абсолютно бесплатно с нашими сетами и пошаговую инструкцию по установке и настройке этого робота, то вам нужно сделать следующее. Первое, это просто-напросто открыть счет у брокеров ворк свою по нашей партнерской ссылке, которая находится под этим видеороликом. Второе, вам нужно открыть у этого брокера в своем аккаунте центовый счет типа CentNDD без свопов. Плечо 1.500, валюта доллара. И третье, вам нужно прислать номер этого открытого счета на e-mail, который вы сейчас видите на экране. Также этот e-mail будет продублирован в описании к этому видеоролику. Вы присылаете свой номер счета, я проверяю, действительно ли вы находитесь в моей структуре у брокеров ворк свою. И если я вижу ваш там аккаунт, то в ответном письме я вам присылаю робота с этой и пошаговую инструкцию, как установить и настроить этого робота. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, либо проблемы с установкой, либо настройкой, то не вопрос, пишите мне, я вам помогу, отвечу на ваши вопросы и расскажу, как, что нужно сделать. Но и также для наших партнеров, которые регистрируются в Брокер Форус Фью по нашей партнерской ссылке, есть такая услуга, как настройка робота под ключ. Для этого вам нужно всего лишь навсего открытые счеты у брокера пополнить минимум на 100 долларов. И когда вы мне присылаете счет на проверку, если я вижу, что на нем есть минимум 100 долларов, и вы мне написали сообщение о том, что вы хотите, чтобы мы за вас настроили этого робота, то не вопрос, мы можем этого робота настроить на вашем ВПС-сервере вместе с вами, созвонившись, либо без вашего участия самостоятельно, а вам только передать доступ от ВПС-сервера, где будет работать этот робот. Если тебе понравился данный видеоролик и был он для тебя чем-то полезен и интересен, то поставь под ним лайк и поделись этим видеороликом, пожалуйста, в какой-либо своей социальной сети, чтобы твои друзья, коллеги, партнеры узнали о том, какие вообще есть плюсы, минусы, выгоды и недостатки у брокера Форекс свою, ну и стоит ли им вообще работать с этим брокером. Если же ты с чем-то не согласен, с какими-то плюсами, минусами, либо считаешь, что я чего-то недоговорил, либо где-то преувеличил, то пиши свои замечания, комментарии в комментариях к этому видеоролику. Возможно, ты знаешь что-то такое, чего не знаю я, либо чего-то я не озвучил. Напиши свое мнение, свой опыт работы с брокером Форекс свою и, соответственно, у будущих зрителей будет уже более объективное понимание того, насколько этот брокер хорош либо плох на основании моей оценки, моего мнения и на основании твоего комментария, который ты оставишь под этим видеороликом. Потому что мое мнение это, конечно, хорошо, но еще лучше, когда мы знаем мнение пятерых, десятерых, либо двадцати других людей, которые работают с этим брокером. А также не забывай принимать участие в моем еженедельном розыгрыше, в ходе которого я каждую неделю разыгрываю тысячу халявных рублей среди своих активных подписчиков и зрителей. Подробные условия этого розыгрыша указаны в описании к этому видеоролику. Там все очень просто, понятно и легко расписано, как ты можешь зарабатывать тысячу рублей каждую неделю, всего лишь навсего просматривая два видеоролика в неделю на моем YouTube-канале. На этом у меня все, на связи был Павел Сенышев, и до встречи в следующем видеоролике, который выходит на моем YouTube-канале каждый вторник и четверг в 18.00 по Москве. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok